Был темный космос, и была Земля, наша планета. Никаких посторонних звуков, никаких посторонних вещей, как в невесомости. Земля была настолько маленькая, а я была настолько большой, мне казалось, что я должна ее обязательно охватить руками. Помню, что пыталась, пыталась, пыталась что-то делать, что-то с этой землей, с этой планетой. Ты понимаешь, что не в твоих силах удержать это, как песок сквозь пальцы. И хочется, чтобы все было в твоих руках, и мне не хватает каких-то сил, или мне не хватает длины моих рук, чтобы это все вот так вот захватить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда ты находишься на таком пике, в эйфории какой-то, и кажется, что все перед тобой преклоняются, и публика, и коллеги, и все аплодируют. На следующий день приходишь, понимаешь, что это было все вчера, и сегодня уже немногие думают о твоем успехе. Ты сам с собой остаешься со своим успехом, со своей радостью. И тоже к этому, наверное, я не сразу пришла, долго держала в себе, не сразу отпускала это состояние. Очень иногда хочется какой-то тишины, одиночества, но это только буквально какой-то всплеск, наверное, от какой-то бешеной усталости. Приходится многие вещи делать через боль, чтобы было красиво. Не каждый человек может выдержать это все. Не каждый может делать такие вещи, которые делаем мы. Не каждому дано. Опустошенность и какое-то спокойствие просто. Вот такая тишина внутренняя. Должно пройти время. Всегда после каждого спектакля должно пройти время, чтобы восстановиться душевно. Восстановиться, чтобы дальше продолжать творить. Ежедневный труд и боль. С этим надо посмириться, с этим надо жить. Когда я проснулась, у меня не было ощущения, что я что-то завершила. У меня было такое ощущение, что я должна была что-то сделать важное во сне. И когда я проснулась, я продолжала чувствовать вот эти ощущения, как будто я что-то большое обнимаю. Наверное, это единственный сон, который я запомнила на всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok